Вот так, проявив настойчивость, юные химчане берут бразды правления школы 19, оставив директора, учителей, родителей и гостей в зрительной зоне, школьники начинают театрализованное представление «Детский парад Победы». Все как у взрослых, только вместо автомобиля у главнокомандующего самокат, а в шеренгах маршируют ученики младших и средних классов. После торжественной части дети демонстрируют творческие таланты, исполняют стихи и песни о победе, подвигах и солдатах. После выступления ребят помладше на импровизированную сцену в полном обмундировании выходят старшеклассники. С помощью танцев и жестов под музыкальное сопровождение ребята рассказывают об истории Великой Отечественной войны. Это и битва под Москвой, и взятие Берлина, иллюстрация поля битвы, горечь потери близкого человека и радость победы. Линейка памяти «Глаза Победы» — проект школы, который воплотился благодаря своим талантливым ученикам. Именно так ярко и торжественно хотели почтить память героев, которых нет в живых, и благодарить ныне живущих участников войны. В том числе Веру Владимировну Горбунову, над которой школа взяла шество. На линейке 90-летняя пенсионерка была главным гостем. Самые хорошие эмоции. Даже слов я не могу выразить словами. Это было что-то необыкновенное. Мы создали сегодня Вере Владимировне такой момент, когда она просто вспомнила, когда она где-то всплакнула. Но и в итоге она просто порадовалась. Порадовалась за то, что мы живем, за то, что снияет солнце, за то, что пылает салют, потому что мы победили. Вот это тот человек, который дарит нам любовь к жизни, понимаете? Учит нас тому, как надо жить, как нужно ценить жизнь. «Голоса Победы» — патриотический проект. Его задача — развить у детей уважение к подвигу предков, сохранить историческую память. Лидер движения «Общественные поддержки» социально значимых инициатив Елена Андреева пришла на театрализованную акцию вместе с сыном. То, что мы сегодня видели, я могу сказать, что это практически спектакль на военную тему. Доступно, понятно нашим детям, как все происходило. Вот сын был, он тоже смотрел. Дети получили все необходимое, а самое главное — были вовлечены в процесс. Они и пели, они и танцевали. Это замечательно. Вот над чем надо нам работать. Над патриотическим воспитанием наших детей. Линейка памяти — часть большого проекта «Герой Химок», который стартовал 9 мая. В течение всего лета в округе пройдут встречи, круглые столы и реконструкции ключевых сражений, чтобы увековечить героизм химчан-фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу. Сегодня все это было очень волнительно. Очень талантливые дети. Это прям не школа, а большой театр. Мы решили, друзья, не влюбляться, даже в самых красивых девчат. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки, а девушки потом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!